Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал Чай на Гаджетс и сегодня, думаю, уже ни для кого не секрет, что компания Xiaomi представила две очередные, если можно так сказать, новинки. И не просто новинки, а новинки на чистом андроиде 8.1. Ими стали модели Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi A2 Lite. Почему ни для кого не секрет? В первую очередь потому, что уже за месяц до презентации было известно всё, начиная от внешнего вида, заканчивая техническими характеристиками устройств. И более того, оба из представленных сегодня смартфона уже давно в продаже на том же самом Али или Гербест. Вот это поворот! Да, по всей видимости, с утечками компания бороться либо не умеет, либо наоборот их поощряет. В общем, не суть. Главное, что оба смартфона теперь официально представлены. И сейчас, дабы не отнимать вас много времени, постараюсь максимально кратко и лаконично рассказать о каждом из представленных сегодня устройств. И начну с того, что компания Xiaomi уже в который раз пытается продать нам одни и те же девайсы, ведь по сути Mi A2 это тот же самый Mi 6X, а Mi A2 Lite это Redmi 6 Pro. И самое кардинальное отличие между этими устройствами состоит в том самом стоковом андроиде. Хотим смартфон на MIUI, берём Mi 6X или Redmi 6 Pro. Хотим голого зелёного робота, тогда ваш выбор за A2 или A2 Lite. В общем, тут дело вкуса. И да, единственным недостатком того же Mi 6X, я считаю, отсутствие глобальной версии прошивки и с выходом A2 надежды совсем улетучились. Однако, как говорится, истинный Xiaomi всегда найдёт выход, так что FOPDA и куча кастомов в помощь. Итак, Mi A2, как и Mi 6X, обладает достаточно мощным процессором Qualcomm Snapdragon 660. За графикой включает Adreno 520, оперативной памяти в зависимости от модификации будет либо 4, либо 6 гигабайт. Внутренняя память также разнится и в зависимости от версии будет варьироваться от 32 до 128 гигабайт. Дисплей смартфона – это IPS UGS-матрица с диагональю в 5,99 дюйма и соотношением сторон 18 к 9, тут тоже без особых различий. Что же до камер, то это всё те же модули IMX 486 и IMX 376 на 12 и 20 мегапикселей с апертурой f1,75. И 20 мегапиксельный фронтальный модуль также от компании Sony IMX 376. К камерам Mi 6X у меня особых претензий не было, снимая смартфон получше того же пятого енота, так что думаю в новинке камера меня тоже не разочарует. Сканер отпечатков пальцев по-прежнему на тыльной стороне. Разумеется, без возможности разблокировки по лицу не обошлось. Карточку памяти как NFC, увы, не завезли, как по мне, уже на NFC могли не экономить. Но и объём аккумуляторной батареи остался без изменений. Составляет 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки по стандарту Quick Charge 3.0. Mi A2 поступил в продажу в чёрном, золотом и голубом цвете. Что же до младшенького, то тут тоже без особых изменений. Разумеется, основное отличие это Android Oreo из коробки, ну и собственно говоря, по сути всё. A2 Lite, как и Redmi 6 Pro, получил процессор с Snapdragon 625, за графикой отвечает Adreno 506. Оперативной памяти в зависимости от модификации будет либо 3, либо 4 гигабайта. Что касается внутренней, то также две версии, либо 32, либо 64 гигабайта. Из приятного, слот для карт памяти стандарта Micro SD никуда не делся, так что при острой необходимости память можно расширить. Что касается экрана, то это та же EPS-матрица с нестандартным соотношением сторон 19-9. Диагональю в 5,84 дюйма, разрешением 2280 на 1080 точек и прекрасной монобровью сверху по центру. Разумеется, это был сарказм. Что же до камер, то на тыльной стороне разместились два модуля на 12 и 5 мегапикселей, плюс-минус точно такие же, как на Redmi S2. Так что качество снимков будет вполне неплохое, однако без звёзд с неба. Ну и фронтальная камера у A2 Lite на 5 мегапикселей с искусственным интеллектом и разблокировкой по лицу, однако 5 мегапикселей для Face Unlook это уж как-то маловато, надеюсь, владельца распознавать будет. Но и аккумулятор тут равен 4000 ммч, а значит с автономностью проблем не будет уж это точно, тут я спокоен. Mi A2 Lite, как и старший брат, поступил в продажу в чёрном, золотом и голубом цвете. Что же до цен, то на старте они выше, чем у аналогичных девайсов на MIUI, да и более того, уже сейчас в Китае A2 и A2 Lite стоят дешевле, чем указали на презентации. Итак, за Mi A2 4.32 просят 249 евро, за версию 4.64 – 279, ну и за максималочку 6.128 запросили 349 евро. Mi A2 Lite 3.32 гигабайт, она обойдётся в 179 евро, 4.64 гигабайта уже в 229 евро. Конечно же, это рекомендованные ценники, и повторюсь, уже сейчас на том же Али смартфоны можно купить дешевле. Разумеется, я всегда постарался подобрать самые лучшие цены и опубликовал их в описании под этим видео. Ну а если вы захотите дополнительно сэкономить при покупке того или иного девайса в одном из китайских интернет-магазинов, искренне рекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshops. Сервис позволяет экономить до 30% на покупках и возвращать их обратно в ваш кошелёк. И кстати, до 29 июля Lety устраивает акцию под названием «Пикник электроники», в рамках которой нас ожидает повышенный кэшбэк, розыгрыши топовых гаджетов, скидки и другие приятные бонусы. Информацию я до вас, мои дорогие друзья, донёс, все необходимые ссылки я также опубликовал в описании под этим роликом. Если это видео было вам полезно, не забываем поддержать меня и канал своими царскими лайками, подписываемся, уже совсем скоро выйдут детальные обзоры А2 и А2 Lite, так что не пропустите. Ну и не забываем делиться своим личным мнением по поводу наших сегодняшних героев в комментариях под этим видео. С радостью побеседуем и разберём их по косточкам. Всем ещё раз огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok